Дорогие друзья, хотите удивить себя и свою половинку, если вы не были на матрише, не катались в море, встречаясь с дельфинами, не пили вино в таком прекрасном месте, я вам советую морской круиз. Путешествие у нас происходит на вот таком комфортабельном автобусе, работает кондиционер, с тобой обязательно берите водичку, потому что взять похуже, чтобы сэкономить, сейчас будет начинаться экскурсия. Они у нас очень интересные, строго располагаются параллельно, стороны у вас ярочки, смотрите, невысокое дерево на машинке. Мы добрались до Утреша, сейчас мы пойдем к лодочкам, нас разделят на две группы, одни пойдут гулять по Утрешу, сейчас другие поедут в море. Я даже не знаю, чего мне сейчас больше хочется. И вот смотрите, популярность Большого Утреша, здесь море действительно кристально чистое, сейчас стоит очень сильная жара. Единственный момент, здесь у нас пляж переформатировали так, что сделали капитальные строения между сносом, об этом другая история, сегодня мы будем с вами наслаждаться. Во-первых, хочу показать вам обновление, здесь были завалившиеся постоянно заборы, сейчас вот можно увидеть, что сделали вот такую красоту. Честно, прям классно смотрится. И, пожалуйста, вид на нашем море, Утреша, кристально чистая водичка, это все для вас. Вы можете сюда приехать сами на автобусе прокатиться, можете вот с морским круизом, что тоже очень классно. По пути следования рассказана очень интересная история о Нампе, о наших улицах, о горах, о хребтах, обо всем. То есть было очень классно послушать. И я действительно с замиранием сердца всю дорогу впитывал в себя информацию, потому что есть то, что я знаю, а есть и какие-то нюансы, о которых я раньше не слышал. Это тоже было очень полезно и интересно. Вот это наша группа вся, друзья, кристашка, тупо-лиска. Шелковица, можно на халяву, она все равно падает, ее никто не ест. Нам обо всех вот местах здесь рассказали, там барабульку жарят, булочки, выпечки, магазинчик, там столовая, кстати, хорошая, вкусная, елая, там находится нижнюю, покушать можно и устрица. Мне надо вас всех видеть. Кто пожелает свое свободное время, сходит на остров Большой Триш, он находится вон там, где маячки и памятники. Катаемся мы часик. Мы на первый ряд все-таки поедем. Обещают, что большое есть количество дельфинчиков, но потом выйдем на берег и с вами посмотрим уже на саму экскурсию, что здесь можно посмотреть. И сходим обязательно дегустаться. Сегодня день блогера, и я буду немножко пить, так что ставим лайк. Ты будешь пить вида? Конечно, чтобы он взяла бутылку. Чтобы сливать домой. Вообще ничего, так умничка. С берегом мы видим дельфина. Качество не сильно многолюдное на украши, но люди потихонечку есть. Ходит охрана, это тоже очень хорошо. И вот вся наша группа. В этом году здесь появилось еще одно кафе дальше, сюда ближе к острову. Аксеновая, ваш катерочек с красными бортами. Мы ехаем на Валенсии. Вот наша команда. Всех поделили, видите, по лодкам. У каждого своя, то есть не на одну и едем. У нас на три поделились. Вот наша вся большая компания, которая будет делать на отдых, на яхточку. Вот эти ребята на борту делают фотосессию, чтобы потом вам дать магнички. Ура, мы поехали, друзья. Вот эти самые классные эмоции, когда отходим. Вся группа наших ребят, которые остались еще, там рассаживаются. А это дельфинарии. Наш анавский старейший. Это нам искусствовод рассказывал в автобусе. Здесь вот белуха есть в вольере, дельфинчики, лев морской. Представление здесь восхитительное. На канале у меня вы можете посмотреть про дельфинарии. Первый дельфинчик, я заметил в автобусе, где идет ватроцикл. Там они прям кишат. Чтобы видеть еще один пляжик. Тут даже чуть ли не мелкий-мелкий такой перетертый камень, как песочек есть. И мы идем прямо на дельфина, друзья. Обратите внимание на видео. Итак, друзья, смотрите, прям рядышком с нами крутятся дельфинчики. На барабуле стоит стовок и рядышком с ним как раз таки... Ух ты, маленькие какие! Вот это да! Вот это красота, ребята! Вот это фантастико! Прям вот-вот-вот они, рядышком с тобой. Поэтому они от нас немножко и прячутся, потому что они охотятся на стовочках и охраняют своих детей. То есть отводят от лодки. В такие сети попадает барабулька, потом вы ее покупаете. Вот эти горы, не стоящие, известны со времен древних греческих муфов. Поход за Золотым Руном осуществался в этих местах. То есть вот там, говорят, что находятся реченинов, которые позаковали Прометей. Орел прилетал, товарищ Кевакимович, и Прометей это, для тех, кто не знает, тот самый, кто подарил нам, людям, огонь. Так что реформации здесь нужно получить вообще очень много. На катере у нас есть музычка, очень удобно, кстати, и не так уж и много людей. Это очень радует. Ребята, обратите внимание прямо, где стоят красивые яхточки, вот катерат. Раньше это было озеро, оно было прессом, в море оно не впадало. Там был ключ пресса воды. Водилось там очень много змей разных видов. От того и пошло название «Змейное озеро». Но потом, когда принял решение вторгнуться на территорию заповедника, прокопали здесь прошеечек, соединили его с морем, теперь это частная территория. Змеям, соответственно, пришлось переехать в неизвестном направлении, но по одной простой причине им некомфортно жить в условиях соленой среды. Ну, змеи встречаются, но не в таком количестве, как здесь было раньше. Двухэтажное строение, это строил бывший министр обороны, который у нас был до Шайго, Сердюков такой, помните? Когда его сняли с должности, стройка у него резко прекратилась. Даже заповедник здесь нельзя же ничего строить. Это единственный забор, который в Анапе уходит прямо в море. Там оборудовали лежаки, зону отдыха уже для тех, кто, походу, как-то отдыхает, кто в этой бухтилле проживает. Люди там купаются, а вы по берегу здесь пройти больше не можете. Мне говорят, это для безопасности тех людей, которые идут, чтобы они не прыгали под корабли. То есть вот эти люди могут прыгать с той стороны под корабли, а которые ходят по берегу под корабли, по-годному уже. Сейчас мы с вами проходим один из, наверное, самых крутых пляжей. К нему можно встить из Суко вдоль берега, вдоль этих скал и отдыхать. Здесь просто найщикарнейшее место для отдыха. Еще есть вариант, конечно, спуститься сверху с Ратонта. Мы на одной из них будем останавливаться после морской прогулки и сухопутного путешествия с дегустацией. И оттуда ведут тропинки. Вот здание Ратонты более такая легкая, но длинная. Либо сверхнее, более по скалам попрыгать. Ну, в общем, пляж этот очень крутой. Подъезд транспорта там нету. Друзья, мы подходим к устричной ферме. Как я хочу с вами поделиться прямо вот этими видами. Это нереально круто. Смотришь по сторонам, дышишь. Вау, ребята, какая красота. И какое чистое море, да? Большой утриш, суко. Я, наверное, мечтал вот такую фотографию, чтобы у меня была, чтобы я мог вообще ее показать. Потому что такие виды здесь возможны. Смотрите, внимание, с левой стороны в виде подручки, много новодельных. Это ферма вот по выращиванию устриц и мидии. Здесь их выращивают в своей естественной среде. Кормить ничем не надо. Обитаются они планктоном, и все, и растут. Но требуется время, порядка, около двух-трех килограмм лет. Для того, чтобы мидия выросла до средних вот таких размеров. Потом их срезают и реализовывают их. Это Лысая гора. 296 метров в высоту. И отсюда берет начало хребет Кавказских гор. Это наша достопримечательность. Уходят эти горы в правую сторону. В сторону Новороссийской, Генеджика, Токси, Сочи. Там много-много километров. Чуть правее этой Лысой горы. Такие шарики на горе. Он беленький. Это пограничники ПВО. Охраняют наши территориальные воды. Сторено так вот круто смотрится. Вот вам, пожалуйста, Суко. Рядышком уже с нами. И нереально классно. Особенно, когда рядом с тобой самые чудесные обидатели Черного моря. Наши Афалины. Спросил, какой процент вообще встречи с дельфином. Сказали, что сейчас вот стопроцентно. Потому что рыбы много. И они все здесь с нами. Практически нет таких случаев. Не встречаются с ними. Дай бог, чтобы всем, кто поедет, повезло. Так же, как и меня. Потому что я прям кайфанул. Берите обязательно очки, которые отсекают солнечными лучами. Прямо флоресцентные называются. И тогда видимость на дельфинов просто шикарная. Показывать с моря те места, по которым ты гулял до этого пешочками. Когда идет сопровождение. То есть идите там, катамаран там. Еще два наших катамарана идут. Это все, как говорится. Те люди, с которыми мы вместе сюда ехали. Тоже на морской круиз. И выглядит все это круто. Здесь мы проходим небольшие пещевки. Которые в береговой линии выбраны волны. Но будьте аккуратны. Сверху грунт неустойчив. Потому что я вот там вижу. Вот в одной из них вообще установили палатку. Ну а это пляж Сука. Вообще удовольствие. Отходим дальше от берега. Сделали круг вдоль побережья. Виды вот именно в этих местах не уступают. Крему или еще где-либо. Вот когда приезжаешь сюда, видишь скалу. Она просто все привыкли представлять, что у нас нет ни гор, ничего. Когда попадают на наши вот широченные галечные пляжи. Там вот эта вся полоса каменных пляжей. И тут кристально чистая вода. Нет никаких водорожей. Это все точно в канапе. У людей такой. В смысле Анапа? Вот так вот и живем. Сороны это смотрится, как ходят кораблики. Стая встретилась с нам. Афалинов. Сколько их много. Смотрите. И маленькие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать дельфинов. Ребят, смотрите. Идут вот с этой стороны. И вот впереди нас большая стайка. Вот это да. Вот, вот, вот. Прямо рядышком. Выпустили на глубину. О, смотрите. Прямо под нами. Вау, 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 вообще круто. Смотрите, какая красота. Просто фантастика. Вот это да, ребята. Спасибо, дельфинчики. Красота. Они вот в Таве пришли пообщаться с той стороны. Вот он, вот он, вот он идет прям рядышком, рядышком. Смотрите, вот это встреча. Еще два из-под нас вышли. Маленькие такие, клевые. И там, смотрите, с той стороны тоже. Мы прям оказались как раз-таки в зоне дельфиней, не знаю, или охоты, или тут радостью, чем они-то занимаются. Они же просто могут выгуливать свое потомство. Так, ну вот почву. Ребята, заниматься желающие есть? Да. Я. Ух! Ух! Здесь еще стая, смотрите. Друзья, что творится? Это ж... Ой! Ой! Вот это да. Вот это да. Смотри, что происходит. Ребята! Все, дельфинчики куда-то ушли. У нас сейчас ребята готовятся к купанию в море. Где только что мы видели дельфинов, да, такие огромные стаи. Мы сейчас прям здесь и будем купаться. Это просто вау! Вот купаются здесь, и где сейчас только что были дельфины. Так, самое главное, дельфинов не есть. И только что, вот прям вот здесь только что вышли дельфинчики. Как водичка? А вот они, вот они, дельфины как раз идут. Все, к вам плывут дельфины, готовьтесь к встрече. Вон он, видите, вышел. Красота. Огромная стая, и прям к вам, ребята. Расставляйте руки шире. Они идут к вам. Какая огромная просто стая идет. Вау! Кадры, не знаю, которые можно запомнить на всю жизнь просто. Рядочком с тобой резятся дельфины, и ты такой проходишь. Причем тут, видите, они с детками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Ребятки тоже покупали с дельфинчиками, получили удовольствие. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Ребята купались, говорят, водичка очень теплая и очень чистая. Редактор субтитров А.Кулакова 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 захода в море. Ребята, смотрите, загорают просто сами себе. Вообще никого. Только вы, кристально чистое море. И вот такая вот красота вокруг. Ребята, и это тоже Анапа. Большую трещину. Хочу вам показать то, о чем я делал. Смотрите, граница стиля. И пошел волнение из-за ветра. Совершенно другое море. Два маяка. Один старый, один новый. Этот является сейчас памятником Великой Отечественной войны. Рабочий. Весь маяк превращен в часовню Николая чудотворца. Люди приносят и свои иконы. Просят деток. Ребята, очень сильное место. И все, что вы попросите, забывается. Поэтому сюда прям большующее паломничество есть. Ну, а также здесь есть такой вот памятник людям погибшим в крушении. Экипаж самолета Як-40. Открывается восхитительный вид на сам большой трещин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дегустацию Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что вы там почувствовали Девочкии, давайте Мне нравится вот это Более сладкая Например? Лотос Девушка по вас не знает Всё в один стопан Татьянин день Татьянин день Девочки очень любят это вино Сейчас постепенно мы от ним все Ладно Ладно. Нет. Очень легко. Капнули ароматизаторы какие-то. Приятные. Приятные. О-о-о. Ничего, не надо. Мне луку срадан. Шардан он не нравится. Вот этот шармоний, да, еще с мороженой. Я, наверное, все-таки более сладкий. Да. Моё пустое. Чего и здесь? Татьяне понравился ли? Лимонаду мне дайте. Квасик. Как вы просили, самое сладенькое. Чачу? Это женщина, да? Чачу? Надь, да. Чувствую, я уже поднакидался. Уже разговаривать не хочется. Где еще чачу не пили, с меня не помнили? Там нафиг оно уже надо. Сейчас споет. О, прям сладенькое такое. Приятный черный лекарь. А белого лекаря нальет? Да, постепенно. Я еще до тех людей не дошел. А-а-а. Уже как-то вы медленно наливаете, они уже не хотят. Белый лекарь. Только цветом отличаются? Сорт винограда. Окей, что, черный как, понравился? Да. И белый тоже такой приятный, сладенько. А они пьют и не морщат, это самое интересное, я уже... Все, напробовала? Как тебе? Какой тебе все понравился? Все, кроме первого. А вообще лекарь, черный лекарь, белый лекарь. Не делаю. Ваше здоровье. Можно кока-колу бутылочку сразу, а потом начнем? Вишня на коньяке. Вы же чачу все хотели, какая вишня? Да тут вишню уже увидели. В перке стоят, да? Где знакомство? Как вас зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. Воронеж, привет. Как отдыхает Савитязева? Вот так. Как вы это пьете? Гранат кто пробует? Конечно. Мне можно чуть-чуть, это много. Жан, ты... Все, вот-вот-вот. За море, чтобы теплое было, девочки. Как-то, как-то, как-то. Чачу. Прямо... Это мечта. Раз уже пьем. Потому что чачу не пробовали, что ли? Я забыл, как она даже на вкус. Нет, что это такое? Чуть-чуть только, чуть-чуть. Все, все, все. А можно забить чачу гранатом? Я такого, правда, не видел, но прикольно. Ваше здоровье, да? А то нам ехать далеко. Короче, я надегустировался. Слушайте, ну хоть чача без этого, знаете, как... Очень часто попробуешь где-нибудь у нас на точках со вкусом винограда. Здесь без этого идет и очень крепко. Пойдем в столовую перекусим. Потому что после дегустации что-то глаза в кучу и надо прийти в себя, блин. Чача это просто... Мы сходили сейчас, покушали. Из-за этого не пошли в заповедник. Маша пошла халявный тутовник искать. От души света прогуляйтесь. Посмотрите, мы видел здесь буквально через эту парковочку выход. И там прям среди можжевельников шикарные виды. Едем на арку любви. У нас еще пару точек остановок осталось. То есть, которые входят именно в эту экскурсию в морской круиз. Но у меня уже впечатлены через край. Дегустация их, вроде, вообще усилила. Но самое крутое, это, конечно же, дельфины. Наши все уже собрались. В море идет закат. И мы собираемся отправиться дальше по нашему маршруту. 29 лет. И в море также вы встречали дельфинов. Встречали все? Да! Молодцы! Я рада! Их было сегодня очень много. В мире вообще насчитывается около 50 видов дельфинов. Ротонда, как ее называют, здесь арочка любви. Очень красивое место. С сумасшедшим просто видом на большую трещь, на море. Мы сейчас сюда приехали уже ближе к закату. И от этого здесь, конечно, виды становятся еще более красивыми. Вот от нее ведет туда спуск на пляж. Я вижу, что там гуляют люди. Какая красота! Какие цвета, ребята мои! В лесу здесь вообще, так сказать, неповторимые ощущения. Эмоции. Все, пришли деревья обнимать. А это что за деревья? Это можжевельник. Можно обнимать. Который он пахнет? Да. Есть разные виды. Просто есть те, которые пахнут, которые не пахнут. Нам просто посоветовали пообнимать можжевельники. Солнышко светится. Ох, какая красота! Ну, ребята, видите, по очереди фотографируются. Делают себе супер кадры на память о помещенных местах. Вот он, видите, дорожка и ведет туда на дикий пляж. А вот стоя ротонды, там более такой экстремальный спуск, но более короткий. А также еще очень клево прогуляться вот здесь вдоль берега. Там обрыв, скала и виды тоже просто восхитительные, обмрачительные. Здесь, если подняться вверх в лес, можно найти такую полянку. Это очень интересно. Там красиво свадьбу фотографировать. То есть он туда тук-тук-тук-тук-тук вышли. И оттуда там сквозь можжевельники видно, почему трещат. Тоже очень классно смотрится. Фотосессия прям классно. Если посмотреть в обратную сторону, можно увидеть какой-то красивый ландшафт. Всегда, когда преодолеваем вот эти вот волчьи ворота, чувствую, как будто попадаю в другой мир. Тут другая погода, другая атмосфера и совсем все по-другому. Видите, как за нами приглядывают, чтобы даже мы переходили и не пострадали. Ребята полезли по скалам фоткаться. Надо быть максимально, конечно, тоже аккуратным. Любимые юки зацвели, друзья. У нас остановочка в Варваровке. Мы сейчас идем к источнику святой Варвары. Я о нем рассказывал неоднократно, но сегодня я специально с собой взял бутылочку пустую. Точнее, Маша взяла. И мы сейчас наберем обязательно водички. Тоже, на самом деле, тутовник растет или шелковица. Почему? Сколько многое произрастает, смотрите. Здесь находится храм святой. И тот самый источник. Водичка здесь идет постоянно. Много. Так что, можно прийти, набирать. Слушай, что по чем? Тут чебрец по 50 и влажные саканчики по 50. Это по 30. Чебрец большой, что чебрец маленький 50. И эти по 50 мята. Выстроились в очередь, потихонечку набирают. И потом мы едем на следующую точку. Обожаю всякие разные чаички. Попробуем с чебрецом. Чебрец на водичке прям очень крутая. Берешь, бутылочка запотевает. Приятно пожарить, сейчас ее гладить. Маша здоровья. Крайняя наша остановочка. С таким великолепным закатом. Просто он сегодня умопомрачительный у памятника Орла. Сначала Кавказские горы это считается. Хотя изначально Кавказские горы вы можете также найти. Памятник Орлу у нас в Анапе. Зампак отель. Такая красота. И просто сумасшедший вид. Дорогие друзья. На закат, конечно же, смотрится. Это восхитительно. Фотографируются сумасшедшие кадры. Рядочком с таким местом. Ну, а теперь есть возможность наконстатировать факты того, где мы побывали. Сегодня рассказали о возможности путешествия по вот именно такому маршруту. С такими посещениями. Я желаю вам сейчас увидеть дельфинов, чтобы вам так же повезло, как и нам сегодня. Стоимость 1800 взрослых, 1600 детских. Номер телефона для брони вы видите на экране. Если вдруг вы хотите поехать, обращайтесь. И я уверен, что вам такая красота тоже зайдет, как и всем тем, кто сегодня приехал сюда. И я не вижу ни одного расстроенного человека. Ни одного человека, который получил какие-то негативные эмоции, которому ничего не хватило. Из-за того, что мы проголодались, пошли в столовую, не успел показать вам видео рощу. Ну, я так понял, что из нашего автобуса никто в рощу не пошел, все пошли на остров. Вот такие дела, друзья. Сам, наверное, большой вопрос. Всем все понравилось. Ну что, мои дорогие, программу экскурсии мы с вами выполнили полностью. Как у вас сегодня проведенный день? Понравился? Да! Молодцы! Итак, обмениваемся мнениями, впечатлениями. Едем обратно и любуемся красотой нашей Анапы, красотой Анапской долины. Все прибыли, целуют, крепко обнимая, к сердцу прижимая. От души увидимся в следующем видео.